Всем ребят привет! С вами Седой Копатель и мы отправляемся в новую экспедицию. Перспективы нас не радуют, но на деле получилось шикарно. Давайте я коротко вас ознакомлю, что вас ждет в этом увлекательном путешествии. Начну сразу, монет много и чтобы не толпиться на одном шурфе, мы разбились на несколько команд. И разбежались каждый на свой фундамент. Ребята, мы идем на шурф к Веселому. Смотрите, сзади идет там делегация целая. Я даже чистить боюсь. И мы идем. Да вознесет вас Господь всех в свое время. Ребята, вот так. Ушко отломано, медаль. Ой-ой-ой, это же сведящее око, Сереж. Надпись интересная, смотрите какая. Мы сначала подумали, братья на одну бутылку. И прочитали, знаете, так вот получается. Погнали, погнали, погнали. Да ну на, здесь же советы. Реально катим пятак, ребята. Ребята, это монета, серебро, третий рейх. Опять, наверное, каких-то фенингов или что-то в этом роде. В шоколаде остались все. Но местным пацанам повезло куда больше. Итак, ребята, бригада номер один местных. Что-то интересное. Виск, восторг был, я не знаю, сногсшибательный. Как подняли, не поднимали. Не знаю, в бумажке была. В бумажке? Ну вот, видишь, бумажка сверху. Да ладно, значит, еще там должно быть. Вот здесь я ее нашел. Ух ты, ребята. Медалька. Вот такой вот знак. Следом. Медаль, ребята. А медаль очень приятная. Очень приятная. Тем, что она нечастая. Ну а наши экспедиции без вкусного застолья не обходятся. Спасибо нашим друзьям. Сергиевску огромный привет. Обжариваешь мясо. Лучок, морковку. Добавляешь розниковой воды. Потом туда картошечки и специи. Ну это, ребята, куда лучше, чем дешевек, да? Домой отправились довольные. С полными набитыми карманами денег. Но мне все же повезло больше. А почему, спросите вы. А вот почему. А вот, ребята, и рыбаки едут. Жена, смотри, какая рыба. Ты видала такую? Золотистый карп отправился в Самару. Макс, Дэн, от моей жены вам огромное спасибо. Ух ты. Ну, спасибо большое, мальчишки. Я очень люблю рыбу. Они знают. Я люблю ее всякую. Они и поехали рыбачить. Вот это ради, как говорится, жены блогеров. Ну вообще. Я ее сейчас сфоткаю и скину девочкам. Да как хочешь. Девочки вообще обалдеют. Нет. Ну а вкратце, как-то так. Приятного вам просмотра. Погода мерзопакостная. Впереди едет у нас веселый. И позади у нас едет целый караван. Думаю, дорога нас не подведет. И мы доедем все благополучно. По затерке решили пустить вперед. Дабы не разбить клею. Ну а мы уже следом. Итак, ребята, наконец-то доехали. Наша бригада в полном сборе. Все-таки доехала наш эшелончик. Были небольшие такие, знаете, танцовки. Кое-какие пузатерки танцевали вот так по трассе. В частности, вот этот вот оранжевый. Вот. Женька прям хорошо прошел. Но он шипованный. Нивы вообще проблемы не было. В общем, приехали, ребята. Место, в принципе, нам знакомо. Но мы здесь не копали. Мы копали туда дальше. Там так себе несколько советов. И вот здесь вот мы сегодня хотим проверить, что получится. Народу полно. Фундики все проверим. Если монеты пойдут, то мы начнем остановимся. Да, Сера? Стан. Стан здесь поставим. Если у тебя есть план уехать, что ли? Ну, в принципе, блин, вариантов-то, в принципе, много. Пацаны говорят, надо планерку собрать сейчас. Не, планерка будет, наверное, ребята, после находок. Хотя бы там парочку советиков поднять. Никаких планерок, вон, Илюха, там. Ладно, ребята, с первой же находкой я обязательно включусь. Без разницы, что там получится. Советик там гнилой или царик. Обязательно включусь с первой же находкой. Ну что, ребята, первый результат. Капок здесь, капок здесь и немножко здесь. Вот именно на этом фунде надо постараться задержаться. Здесь вот холм, возможно, печь была. Пацаны там уже прибор зарядили. А у меня уже первая находка. Первая находка это советский пятачок. Пятачок, к сожалению, пока сказать не могу. Ну, наверное, 50-е. Ладно. Посмотрим, что будет дальше. Итак, ребята, Женька, мы поменяли фундамент. Вон там, где костерчик горит, мы там подняли. Жень, сколько поднял? Четыре двушки. Четыре двушки. У меня два пятачка. Я ушел к пацанам. Посмотрите, как у них там тоже советики. Пришел к Михалычу. У Михалыча тут покучерявей. Тем, что здесь вот на этом вот пятачке он достаточно много монет поднял. Чуть позже покажу. И сейчас у него что-то сигналит. А сигналит какая-то жбонька. Часы. Что это? Часы. А, да, часы. От часов. Я вот начал снимать из-за того, что, блин, прям сердечко ехнуло, когда я увидел номинал. Номинал одна копейка. Но год, к сожалению, двадцать четвертый. Сохран вообще бодрятский. Вообще хороший. Вот, так что монетки пошли. И единственное мне, что не нравится, ребят, материк здесь прям, я не знаю, может глубже будет хороший. Вот, но фактом, что хреново пока. Поехали никуда. А, итак, ребята, смотрите, что у Михалыча. Снова бомбяга. Ребят, это монета серебро. Третий Рейх. Опять, наверное, каких-то пфенингов или что-то в этом роде. С обратной стороны мы пока не видим, что за мужик здесь должен быть здесь силуэт мужской. Вот, но это Третий Рейх. Охренеть. Ёж твоя налево. Обалдеть. Что надо? Итак, ребята, выкопал я только что трешечку до 47-43 год. Блин, бодрые, ребята. Для фундамента бодрый сохранчик. Вот, Михалыч, только что он поднял 10 копеек. Вот, и что-то у него там еще Ваня жгудит. Жбонь, да, Михалыч? Ваня жгудит. Монета? Ну ладно, не буду зацикливаться, ребят. Пойдем. Итак, ребята, интересная бутылка. Вроде как уксусная, да? Трехгранная. Но она с надписью. И надпись интересная. Смотрите, какая. Мы сначала подумали, братья на одну бутылку. Прочитали, знаете, так вот получается. Но это что-то... Твердый знак. Ра на одна бутыльку. А, наверное, одну каплю на одну бутылку, блядь. Или что? Что-то я не знаю, что-то интересная фиговина. Ну ладно, советы идут. Ребят, только что общались. Обсуждали, какого года же деревушка. Местные пацаны сказали, что поздние. Мы же развенчали их сомнения, то, что это ранее здесь. Потому что ранее, 24-е пока подняли у меня. И вот сейчас вообще я прям был удивлен, когда выпало это. 1812 год. Представляете, год Наполеона. Ёшкин кот, блин. Двушка Александра. И бодренькая такая вам хочу сказать. Вот это номер. Цари здесь тоже есть. Вдохновил я царем всех. Все, все, сейчас попрем. Ребят, рано, рано, блин. Закончил радоваться. И вот снова хочу порадоваться вместе с вами. Это серебро. Причем серебро РСФСР, 10 копеек, 23-й год. Ну, мне, конечно, до Михалыча еще далеко. Михалыч уже нарубил монет. Серебро у него тоже есть. Вот так что... А, у него царей нету. А у меня есть. Красота! Красота! Погода! Ребят, вы не слышали, там сейчас визжал человек, а в частности, Илюха. Давайте я вон... Ребят, у меня сигнал выскочил, 20-ка, 33-й год. Щетвячок. Вот. И погнали. Погнали, погнали, погнали! Виск был сильный. Где? Вот. Серьезный, что ли? Ай! Кто врет, тот такой? Да! Блин, значит, Илюха был прав. Ребят, вон, а я не снимаю. Да ну-на! Где же советы? Реально, Катин, пятак, ребята. Закладной. Закладной. Не знаю. А вон там, что вон, такой синенький? Где? На среде. Ага. Бутылка. Бутылка. Офигеть. О, пятачечек. О, пятачечек. А, вот это получится, пятачечек. Какой год, Серьез? 49-й. 49-й. Пойдет. Держи, твой. А это звезда, твой, да? Вот, еще звезда. Такая тройная. Да нет, обычно. Прет, ребята. И колечки тут делал. Прет. Что, Серьез, на совещание идем? У меня 20-й. Наверное, идем, да? У меня 20-й. Не одного нет, ни одного. Надо идти копать. Пацаны там шурфят, пацаны здесь шурфят. И мы вон там шурфим. Что говоришь? На совещание? На совещание? Запятак, посовещаться? Погнали. Итак, ребята, советы я уже вам банально не показываю. У Женьки там несколько советов. У Михалыча. У меня тоже советы вылетают. Но вот на этой монете я решил вам обострить свое внимание тем, что это очередной немец, ребята. Это немецкие 5, наверное, я не знаю, марок или фенингов. Ну, марки серебро, это, наверное, фенинг какой-нибудь. Вот видно орла и, по-моему, свастику даже видно. Да. Год сейчас вот вне эфира. Посмотрю. Вот такая зачетная монетка немецкая. Пойдет? Пойдет. Итак, ребята, находка вот такой вот прикольный сюжет. Это, ребята, пистолет, пугач. Такая вот вещица интересная. Прикольно, прикольно. Были умельцы в свое время. Причем запрессовали, смотрите, как. В железную запрессовали. Прикольно. Продолжаем. Итак, ребята, бригада номер один местных. Что-то интересное. Виск, восторг был, я не знаю, сногсшибательный. Ну, как подняли, не поднимали. Не знаю, в бумажке была. А что в бумажке? В бумажке? Да, вот. Ну, вот, видишь, бумажка сверху. Да ладно, значит, еще там должно быть. Не знаю, вот ты ведь видишь. Сань, бумага ведь? Да. Я тоже снимать, наверное, буду. Да мне кажется, что-то советы. Игровая монета. Ребята, видите, запилы. У нас липшиеся. Это значит для игры, а не сыр. Да, судя по гурту, это советина, два пятака. Два пятака. Залипуха в бумаге, ребята. Возможно, здесь есть продолжение этой залипухи, ребят. Залипуха из бумаг. Пятаки. Один из них игровой. Видно, здесь игроман был. Я сережку, он еще присутствовал, даже целый серебряный. А, ну да, серебрушка. Серебрушечка, сюда мы еще делаем. Что касается этого фунта? Белочек. О, нормально, что? Нормальный фунт дает. Вот с этого фунта медалька. Все-таки она должна быть снята, наверное. Вот здесь я ее нашел. Ух ты, ребята. Медалька. 1916 года. 17-й. Ну, а я сейчас сказал. 17-й. 17-й год, ребята, это за... Да здравствует революция, ребята. Правильно, правильно. Один из знаков, ребята. Их множество. А сейчас, по нашей традиции, я вам расскажу об нашей находке. А в руках у меня патриотический жетон. Свободная Россия. Равенство и братство. В феврале 1917 года, в связи с тяжелым экономическим положением России, была свергнута монархия и установлен республиканский строй. Создалось двоевластие. В лице буржуазного временного правительства. Председателем которого являлся Керенский. И Совет рабочих и солдатских депутатов. Начало 1917 года характеризуется бурным ростом революционного рабочего движения. За короткий срок правления временного правительства очеканено большое количество различных жетонов. Они изготавливались частными фирмами. Штамповали огромными тиражами из бронзы. И свободно продавались. Но встречается и с серебра. Жетоны носились на груди. На красной ленточке. Также встречается экземпляром над спочкой. Чаще всего на них изображалась женщина с развивающим флагом, олицетворяющая свободную Россию. Революционный дух и настроение в обществе наглядно отразилось на этих жетонах. Они являлись по сути революционной пропагандой. На жетонах изображались также портреты политических деятелей. И известных, прогрессивно настроенных писателей того времени. Ленин, Керенский, Толстого и другие. Их по праву можно отнести к первым знакам изображающих советского государства. В те далекие годы этот жетон мог позволить купить любой. Давайте посмотрим сейчас, сможем ли этот жетон купить. И за сколько. На просторах интернета выбор огромен. Цена разная. Все зависит от цвета металла и его сохранности. Разновидности этих жетонов также влияют на их стоимость. Стоимость которых могут достигать до 10 тысяч рублей. Ну а в среднем полторы-две тысячи. Надеюсь вам понравилась находка с историей. И вы оцените это видео лайком и репостом. Всем спасибо. И до новых встреч на обзоре следующей моей находки с историей. Всем пока. Товарищи, рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась! Ура! Ну вот такой как бы я встречаю, ну как бы впервые на живую. Вот такой вот знак. Следом. Так, дальше у него была двадцатка. Двадцать третий год. Рософосеровская. Это сегодня, ну одна из крупных серебрушек. Так что, ребята. Два пятака двадцать шестого. Двадцать шестого? Да, обои. Не знаю, цены и нет, но. Обои двадцать шестой. А у меня уже их три, еще один, который вот до этого здесь. То есть три двадцать шестого. Три двадцать шестого и двушка двадцать шестого. Надо будет в каталоге посмотреть. Вот двадцать шестой двушку. Ну нужно двадцать седьмой, Дэн. Двадцать седьмой надо, ищите, блин. Будем сейчас искать дальше. или он будет 10 15 42 учителя ладно пойдем дальше михалыча ребята там пятачок интересный я просто хочу озвучить в цену данного пятачка тридцать восьмой год пятачок но к сожалению с болячками болячки будут кратера до михал а хотя смотри одну бочку оторвал видишь не особо там не особо держи михалыча чуть-чуть там бросил михалыч засыпи сверкин смотрите михалыч пока я там гулял z снимал находки михалыч смотрите нашибал еще кучу советов офигеть ладно мне надо ковырять ребят продолжаем втроем ковыряться у михалыча у меня у михалыча у меня у женьки не густо зато у засыпку классно ребята вот у меня выпала монета 5 копеек тридцать шестой год ну сохранить не знаю как получится после чистки но не стандартно 36 пойдет так уже не там говоришь что монетный сигнал наконец не проволока и слепу я же не могу для проволок вообще достал да ребят пятачок саханчик на троечку год тридцать второй тридцать второй год пятачок ну как то так пойдет пойдет пойдем так ребят тут в этом лесочке но кусты фундамент выдохся и я в поисках нового здесь вот якобы вот такая вот дымовая яма замочек вон висит откопал верховой и вот на монетка что за монета давайте посмотрим это советский союз 20 копеек 20 копеек 50 50 какой-то год ну верховая находка 57 до 57 ну пойдет пойдет полазим сейчас по верхам посмотрим вроде как засыпка в этой деревне отвратительное и и грубо говоря ну нету практически нету так что не буду искать засыпка просто верховые будут смотреть ребят находка меня выскочила и знаете такой маленький как бы впервые нахожу маленький маленький колокольчик причем колокольчик довольно таки не современный прикольно прикольно сейчас я позвоню у него ребят продолжается но уже шурф у нас ночное при свете фонарей были советы но не снимал вот у веселого у нас двушка скорее всего 39 наверно ли 49 вот но я бы не снимал если бы одновременно у нас не вышло вот это здесь у меня пятачок ребята 30 какой-то год не не вижу а 53 ребят 53 советики идут да и дует и дует нам от илюха при присоединился с дальнего кордона пришел мы копаем прям прям около базы ребята вот еще один где нет там больше ничего здесь отключение монетизации хочу обратиться к тебе с поддержкой канала если вам нравятся мои видео и не хотите чтобы я покидал youtube от вас нужна материальная поддержка 50 рублей для вас ничего а для меня мотивация продолжать вас радовать новыми выпусками приму любую поддержку номер карты под видео выписать заранее спасибо ребят илюха там советского дергать пару подряд прям а у меня сигнальчик был и это приятный сигнальчик ребят тем что это пуговка пуговка не советская как стране странно а орляночка пуговка орлянка и это уже приятный результат на этом фундаменте как бы все советы самая старая здесь была чё 23 серебрушку пацанов 24 копеечка вот и вот орляночка пойдет пойдет там ветер вдали в кустах михалыч маячит я там совета куча была куча тоже на старом фундаменте просто подрезал стенки да вы встали на мое место мне наковырять меня вы меня снова меня выгнали с моего места чё-то блестит блестит но это ребята очередной как алик какой как алик да вообще смотрели на брат да какая грязно на убитые вообще на ребятам советский союз пятнашечка определить год чего невозможно но обалденный белон белон просто-напросто идет он куда-то наверное налог на лон на лон ребят у нас ночной шурф продолжается но шурфят у нас только двое женек ненасытный и веселый стальные сопереживают веселый только что приехал с рыбалки как говорится скоро вот такая находка уже не отыскалась зачетная вот по размеру это я предполагаю что школьная да это ша вот с обратной стороны видите вдавлены это ша школьная это начало наверно где-то начало советской эпохи даже 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 можно сказать что конец конец царизма ребята вот но зачетная хорошо что это именно ша а то могла быть еще пионерская просто звезда а это прям зачет зачетная ну ладно посмотрим что еще здесь даст и так ребята на этом сегодня пожалуй закончится видео именно тем что я отправляюсь на боковую а пацаны еще копают вот я михалыч на боковую дэн тоже на боковую остальная кучка копает фундамент дает монеты 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 куча монет уже советские правда накопали в общей сложности около да не около а 300 может чуть побольше монет так что завтра будем продолжать шурфить может быть даже завтра переедем на другую деревушку более старинную вот здесь как бы вот банально всего-навсего выпало два царя несколько копеек двадцать четвертого года в основном все советы если кому интересно какое количество мы накопали за эту экспедицию то смотрите вторую часть сделаю полный обзор того чего мы накопали еще раз повторюсь уже ребята уже за сутки мы накопали больше 300 монет так что приятного просмотра второй части но сейчас ребята все я сдался накопался и спать пока а